Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Мы отдыхаем в Коблево, мы отдыхаем в пансионате Николаев. Мы отдыхали фактически 4 дня. И сейчас я хочу подвести итоги и рассказать вам о том, как мы отдохнули в этом прекрасном месте. Итак, пансионат Николаев находится на Николаевской стороне Коблева. Что это такое, я расскажу позже. Жемчужиной самого пансионата, на мой взгляд, является бассейн. Итак, что такое бассейн? Давайте посмотрим. Он находится прямо в самом центре пансионата. Он разделен на две части. Вот это вот взрослое и вот там вот дальше детское. Идемте, я вам сейчас подробно покажу. Пансионат Николаев заточен, на мой взгляд, на семейный отдых. Я думаю, что процентов 90 гостей здесь с детьми. Причем у многих по двое, по трое детей. Вот, кстати, включили фонтаны. Давайте посмотрим. Вот как они работают. Такой фонтан, он как массаж. Есть еще вот такая штука, тоже классно массирует шею. Так, вот это вот взрослый бассейн. И вот детский бассейн. То есть вот такой вот переход. То есть купаясь во взрослом бассейне, вы можете коммуницировать со своими детьми. Вот там вот горки. Ну и я вам скажу так. Как по мне, то здесь полностью замкнутый цикл. Можно на море и не ходить. Ну и я думаю, что большинство гостей так и делает. Климат здесь очень уникальный. Здесь море. И здесь рядом сосновый бор. Я чуть позже поеду покажу сосновый бор. Он здесь рядом. То есть воздух моря и воздух леса здесь соединяется в какой-то особый коктейль. Поэтому здесь очень круто. Вот табло показывает время, дату. Температура воздуха сейчас 29 градусов. Температура воды 26 градусов. Очень-очень комфортно. Прямо возле бассейна есть вот такие вот приватные кабинки с шезлонгами, которые закрыты от солнца. И рядом бассейн, пожалуйста. Когда вы пришли с пляжа, а пляж здесь рядом, 150 метров, я позже покажу, или хотите идти в бассейн, нужно обязательно принять душ. Он находится прямо возле бассейна. Мы подошли. Это очень удобно. Обмыли ноги. Вода, кстати, холодная, теплая, любая. И также можно полностью принять душ, но полностью можно принять душ. Идем тебе покажу, где. Это еще не все, не все пишут. Рядом есть туалет, мужской и женский. Но это не только туалеты, здесь душевые кабины в том числе. Здесь, где есть рукомойник, зеркало, туалет. Кстати, вон туалетная бумага, если что-то немало важно. И есть душ. То есть вы, например, хотите принять душ перед бассейном, зашли сюда, приняли душ. Я нахожусь в мужской части, рядом есть женская. Вот все то же самое для женщин. И точно так же на женской стороне есть душевая. Это очень важно, это гигиена. Возле бассейна написано, что перед тем, как принимать водные процедуры в бассейне, обязательно примите душ. Я уточнял, бассейн без подогрева. Здесь естественный нагрев воды, но идет постоянная фильтрация и очищение. Без хлора, это немаловажно. Вот, вода в бассейне чистая, но позже я вам покажу. Теперь для любителей спорта, идемте. Есть специально оборудованная спортивная площадка. Причем она новая, это видно, это чувствуется даже по запаху вот этого покрытия. Смотрите. Что здесь есть? Здесь можно играть в мини-футбол, в волейбол, в баскетбол. То есть в любые подвижные игры. Также я видел, здесь играют ребята в большой теннис. То есть вот есть сетка. Поэтому если вы любители этого вида спорта, это опять-таки для гостей пансионата Николаев абсолютно бесплатно. То есть все, что сейчас я показываю, это все бесплатно, ну или входит в стоимость вашего проживания, как хотите. Это немаловажно. Идемте дальше. Кстати, прямо возле спортплощадки взяли себе вон джуз и не выходя из бассейна, вернее, выйдя из бассейна, наблюдаете за своими соперниками, которые проигрывают. поменяю проигрыватель на выигрыватель. Идемте дальше. Я чуть позже окунусь. бассейн и покажу вам его даже под водой. Там, кстати, вот есть фонтан, его чуть позже включат, его в какой-то промежуток времени включают. Ну, увидимся, идемте дальше. Немаловажно, вот эта детская часть бассейна, посмотрите, здесь вот он разделен, есть детские горки, шезлонги все стоят по периметру, стоят зонтики. То есть абсолютно удобно всем гостям. Хочешь на солнце, выбрал место на солнце. Хочешь в тенечке, передвинулся зон. Идемте, я вам покажу детскую площадку. Кстати, по поводу детской площадки и по поводу досуга ваших детей, что немаловажно. Здесь есть аниматоры, которые, в общем-то, весь день занимаются вашими детьми, если вы этого хотите. Прямо на рецепции висит расписание занятий. Я вот сейчас приложу его, вы увидите. Мы в первый день, когда приехали, ребенок пошел смотреть мультики. И потом в другие дни ребенок занимался рисованием, еще какими-то развивашками. Английский, кстати, что немаловажно. То есть детям здесь тоже интересно. Если вы хотите побыть наедине, родители, да, или там просто заняться чем-то, поплавать, и хотите, чтобы ребенок при этом не скучал и развивался, здесь есть все услуги, все удобства для этого. Пока мы идем на детскую площадку, хочу обратить ваше внимание, что вся территория очень зеленая. Здесь очень много роз, здесь очень много цветов, здесь очень много деревьев. Причем за этим вот лаванда, кстати, растет, настоящая лаванда. Не дельфиниум, который вот мы снимали недавно поле, это настоящая лаванда. Постоянно идет уход. Здесь есть садовник, который, ну видите, вот полито, садовник, который обрезает, я видел. И вхаживает. И вот эта часть условно делится на две части. Вот здесь вот детская игровая площадка и вот здесь вот спортивная, видите. То есть здесь турники, брусья, кольца, канат. Там вон дальше даже есть фигура, которую можно побить. И детская площадка. Вот там вот в тенечке занимались в обед с детьми рисованием. Рассованием. Невосточего нас держать. Ну, нормально. Жить будет. Да, вот можно пресс покачать, кстати. Я же веду здоровый образ жизни, вы знаете, да? Поэтому... Ну, как-то так. Здесь четыре корпуса. Мы живем вот здесь вот в первом. Есть второй, третий и четвертый. Четвертый самый новый. Я, в принципе, уже делал обзор пансионата Николаев. Полный обзор, где-то недельки-две назад. И если вы его не видели, я вот здесь оставлю ссылку на него, обязательно посмотрите. Ну, а сейчас пока посмотрите наш номер. Итак, это двухкомнатный люкс. Вот эта вторая комната, она считается гостевая. Значит, здесь вот этот диван раскладывается. Ну, сколько здесь может поместиться? Два точно, может быть, при желании три человека. И здесь тоже один человек может поместиться. Также, ну, естественно, телевизор. Выход на балкон. Смотрите, такая вот ива. И здесь сразу вот бассейн. А там вон дальше детская игровая площадка. Давайте зайдем в комнату. Что там еще? Ага, ну, есть еще шкаф. Там есть сейф. Фен. Это уже мои вещи лежат. И тут еще это гостевые подушки, халаты, тапочки, полотенца, постельное белье. То есть, если вот здесь вот будут гости, то вот в этом шкафу для них есть все необходимое белье. Вот там вот вход. Мы оттуда заходили. Это наш чемодан. Так, теперь, что здесь? Заходим. Тут удобство. Душ. Ну, соответственно, унитаз и рукомойник. И вот такой вот коридорчик. Здесь холодильник, чайник. Филипс, кстати. И спальня. Спальня. Двухместная кровать, двуспальная. Тоже есть халаты. Набор полотенец. Полотенец. Ну, постельное белье постелено. Постельное белье постелено. Вот сказанул, да? И еще один выход на еще один балкон. На ту же сторону. Это морская сторона, кстати. Вот этот номер стоит 2880. огромный номер с новым, хорошим ремонтом. Ну, и получается, там два и здесь три или четыре. Ну, то есть, пять человек, а может быть, и шесть здесь поместятся. Ну, что, показал вам номер. Идемте дальше. Как устроено питание в пансионате Николаев? На территории есть собственная столовая. Трехразовое питание. Есть меню. Вы приходите, там линия раздачи. Вы выбираете себе все, что хотите. И сразу на кассе оплачиваете. Я сейчас вам покажу, как мы питались завтрак, обед и ужин. И приложу чеки, чтобы вы понимали. И также приложу меню одного из дней. Вот это все на троих. Вот три порции по половинке каши. Яйца, сырники, запеканка. Еще капучино, мы его потом возьмем. Ну, и чек вот я приложу. Так, а сейчас отобедаем, чем Бог послал. Вот это мы набрали на троих человек. Мы этим наедаемся, ну, даже переедаем, я скажу так, потому что сейчас очень жарко, поэтому... А, и вот еще что-то. И сейчас я вам покажу чек. На территории пансионата охраняемая парковка. Машину вы ставите прямо здесь. Она бесплатна, что тоже немаловажно. То есть, еще раз говорю, что вы платите за номер. Все услуги, которые есть, кроме питания, включены в стоимость. Да, еще есть хамам. Хамам стоит 300 гривен в час. Нужно заказывать минимум на 2 часа. Мы думали попариться, но в такую жару идти в хамам, сами понимаете. Также на территории пансионата Николаев есть пиццерия. Вот прямо вход с улицы. Вот пансионат Николаев и вот пиццерия. Здесь еще работает фонтан, он включается по времени. Ночью он такой красивый, с подсветкой. Идемте посмотрим пиццерию. Мы здесь, кстати, уже 2 раза кушали. Пицца А очень вкусная. И самое важное, что для меня тесто очень вкусное, мягкое, нежное и после него нету тяжести в животе. Идемте посмотрим. Вот такая вот пицца от шефа стоит 150 гривен. Нам мы хотим показать нашим зрителям пиццерию вашу и чтобы вы немножечко рассказали о меню, что у вас есть. Есть пицца всех видов, картошечка фри, бургеры, горячие блюда, пасты очень хорошие. Есть салатики разные, капреза, тайский, цезарь. И десерты, конечно же, штабеляне с яблочками, с вишенкой и блины с разной начинкой, с ягодами. Коктейли, напитки, фреши. Я скажу, что мы ели и что мы можем рекомендовать. Мы ели пиццу гавайскую, очень вкусную. И мы ели, если не ошибаюсь, это от шефа называется, пицца от шефа. Значит, 35 сантиметров любая пицца. Гавайская стоит... До полукилограмма это у нас пицца получается. Гавайская стоит 135 гривен, от шефа стоит 150. Обе вкуснейшие. Я время, что все остальные. Мы просто как бы еще немножечко пытаемся держать себя в форме, поэтому хотели бы попробовать все, но просто не можем. И также мы пробовали у вас в струде, если не ошибаюсь, с вишней. Нам тоже очень понравилось. Спасибо большое. Наталья, у вас очень вкусно. Спасибо. Я желаю вам побольше посетителей, побольше гостей. Я так понимаю, что к вам могут зайти не только жители пансионата, но и люди с улицы. Да, да, да. У нас уже есть терминал, мы можем вам служить полностью. Спасибо. Проходите, ждем вас. Большое спасибо. Я еще хочу показать, как кухню. Там сейчас никто не готовит, но я покажу. Вот кухня, то есть вы сразу можете сами наблюдать, как вам готовят. Все открыто. Если чего-то хотите, вот есть такой звоночек. Вы хотите что-то, может быть, нашим зрителям сказать лично? Ну что, наша пицария лучше всех по всему Ковлеву. Все, приходите в пицарию пансионата Николаев, лучшую по всему Ковлеву. Наталья вас встретит с улыбкой. Вы, к сожалению, сейчас не увидите улыбки, но я уверен, что она улыбается. До свидания, Наталья. До свидания. Смотрите, вот пиццерия. Разворачиваемся и идем на выход. Идем на выход, попадаем сразу на улицу. Это основная проезжая часть. Вот здесь вот ездят машины. И идемте, я вам покажу сразу выход к морю, раз уж мы здесь вышли. Декларируется, что до моря 150 метров, поэтому давайте посмотрим, так это или нет. Вот по дороге на пляж можно купить персики. Персики украинские? Да. Да. Хорошая, благороженная дорожка. Я не выключаю видео и не буду делать монтаж, чтобы вы по времени посмотрели, сколько мы шли на пляж. С учетом того, что мы спросили, почем персики. Кстати, по дороге на пляж могу вам показать более дешевый вариант жилья в Коблево. Он по-любому есть. Вы часто пишите в комментариях, что покажи нам что-то подешевле. Вот, пожалуйста. Я уверен, что это стоит гораздо дешевле, чем в пансионате Николаев. Ну и вот мы с вами подошли к пляжу. Пляж, как видите, благоустроен, облагорожен, шезлонги, лежаки. Это парус называется. То еще как-то. Ну и вы можете посмотреть сейчас и сколько людей в море. Да и само море. Я даже зайду потрогаю его, потому что сегодня еще не купался. По поводу чистоты моря смотрите сами. Вы очень часто пишите водоросли, водоросли. Слушайте, море без водорослей не бывает. Ну, что-то плавает немножко, но так, чтобы это было критично, то нет. Кстати, чем интересно в Коблево, кто не знает еще, здесь очень пологий вход. То есть, смотрите, вот я сколько прошел, сколько, метров 10, да, а мне даже не по колено. То есть, здесь очень хорошо для отдыха с детками. Ну и, как видите, что действительно здесь людей с детьми очень много. Поэтому welcome. Ну, а мы идем в пансионат Николаев, продолжим экскурсию. Ну и вот, я пришел с моря и сейчас воспользуюсь по-настоящему этим душем. Помою ноги от песка, что немаловажно. Не знаю, будет вам видно или нет. Снимаю одной рукой. Друзья, пока я вам показываю бассейн, поддержите лайком это видео. А если вы еще не мой подписчик, вот здесь внизу под видео есть кнопочка подписаться. Нажимайте на эту кнопочку. Как добраться в Коблево? По трассе Одесса-Николаев выезжаете с Одессы и ровно 44 километра я сбросил атометр на улице Паустовского в Одессе ровно 44 километра сюда до пансионата Николаев. Но специально для вас я снял видео, вот сейчас вот здесь на него будет ссылка, которая называется трасса Одесса-Коблева доехать за 30 минут. Именно столько времени мы ехали от Одессы сюда в пансионат Николаев. Также хочу сказать несколько слов по поводу персонала пансионата Николаев. Персонала здесь очень много. Здесь все знаете вот так вот кипит, шевелится, все работает как часы. Но это с одной стороны. С другой стороны его практически не видно. То есть люди что-то сделали, вы видите чистые полы, вы видите убрано все и так далее. смотрите чистые убранные грядки, но их нету, их незаметно. Это первый момент. Мне это, кстати, знаете, напомнило Турцию, когда я прошелся по свежевымотому полу, где стояла турецкая уборщица и я ожидал, что я сейчас повернусь и услышу, ну, вы знаете, что можно услышать, если вы пройдете по свежевымотому полу тети Дуси, да? Вы много нового про себя узнаете. В ответ мне только улыбнулись. Меня это тогда очень удивило. Вот в таких вот мелочах проявляется качество обслуживания гостей. И еще один момент. Выезд. У нас сегодня выезд в 12 часов. Сейчас уже почти час дня. Здесь с часу начинается обед. Мы спросили, можем ли мы остаться на обед. Нам сказали, вы главное освободите номер до 12, а на территории вы можете находиться хоть до конца дня. То есть вы можете пользоваться дальше бассейном, всеми услугами, пообедать и так далее. Машина вот стоит на парковке. Мы сейчас идем пообедаем и будем уезжать. То есть вот такие вот здесь гостеприимные ребята. Друзья, после 4-х дневного отдыха здесь я смело могу рекомендовать вам пансионат Николаев для отдыха. Как вы поняли, отдых в пансионате Николаев это отдых для всей семьи. И вы видите, что людей с детьми очень и очень много. Как я уже говорил про Центр 90. Понравилось это видео поддержи его лайк. Если вдруг по какой-то причине ты еще не мой подписчик, вот здесь внизу под видео есть кнопочка подписаться. Нажимай на эту кнопочку, а рядом с кнопочкой нажимай на колокольчик. И тогда ты не пропустишь ни одного моего видео. Также у тебя есть возможность поделиться этим видео. Для этого под видео нажимай кнопочку поделиться и раскидывай видео по всему интернету. Меня зовут Александр Александрович. Вы на канале Взрослый разговор. Мы с вами вместе в Коблево в пансионате Николаев. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok